Началось все с обычного письма на электронную почту нашей редакции. Виталий Баранов, житель поселка Аскиз, просит помочь разыскать родных бойца Байкалова Ивана Степановича. Информации немного, имя жены и адрес, где проживал. Но даже за этими данными стоит колоссальная работа. Виталий, волонтер, абсолютно на добровольных началах уже 25 лет восстанавливает память. А начинал с собственного прадеда, Никанора Петровича Баранова. На протяжении 25 лет у меня 1300 запросов отправил. То есть 95 отрицательных ответов. Сейчас я половину боевого пути его установил, можно так сказать. Часть, в какой части он воевал. Потому что без номера части судьбу практически невозможно установить. Могилу прадеда Виталий до сих пор так и не нашел. Надежду не теряет, а параллельно помогает другим. Раньше было сложнее. Подтверждение тому стопки писем и горы печатных и рукописных документов. Все это ответы из военкоматов и архивов. Рассказывает, порой попадались уникальные секретные материалы об обычной фронтовой жизни. О том, как командир пьяным проспал бой. Или почему столько без вести пропавших. Не было бригад, которые бы вывозили трупы. Солдат просто засыпали землей без могил и крестов. Много свидетельств и о героизме наших земляков. На городном архиве описано, за что давали медали. В одиночку на целый отряд немцев. Или ценой собственной жизни спасения однополчан. Кстати, многие невыданные в войну ордена сегодня тоже ищут уже не героев, а хотя бы близких родственников бойцов. Все изменилось с появлением интернета. Сегодня базы данных в общем доступе. Также в соцсетях удалось найти и единомышленников, таких же архивных поисковиков. И сами отряды, проводящие раскопки. Останков находят много, а вот личных вещей единицы. Отыскать медальон вообще большая удача. Именно так и случилось с бойцом Байкаловым. В Колбе сохранился документ. Через программу Вести Хакасия был объявлен розыск родных, и они отозвались. Те, кто 70 лет не знал, как и где погиб их отец и дед. Те, кто не раз отправлял запрос и пытался выяснить судьбу. Но получилось это сделать только сейчас. Сразу после выхода программы в эфир мы и помогли связаться с поисковиками. На место в Ленинградскую область внучка и правнук бойца отправились практически сразу. Там в их семью передали реликвию – тот самый медальон. О том, как это было, смотрите в нашем итоговом выпуске Вести Хакасия. События недели. Воскресенье. 10 часов 20 минут.